коллеги добрый день наш вебинар посвящен вопросу подбора команды на проект внедрение 1с наверное не только 1с в общем случае и организации работы этой команды для активной реализации проект то есть это какая-то самая начальная такая стадия когда мы только собираемся запуститься в работу меня зовут малиновский виктор я руководитель проектов компании кудр лайн с чего хотел начать что будет идти как бы основной мыслью всей нашей встречи одной из основных мыслей это я вынес цитирование нашего иосифа срионыча высказывание что самым ценным капиталом для нас являются люди по большому счету есть прекрасная поговорка евреев что если проблему можно решить деньгами тут не проблема расходу поэтому а если вопрос именно в людях зачастую проблема решается или очень тяжело или решается вообще поэтому опираясь на такой постулат но потихонечку дальше и двинемся наша задача для того чтобы реализовать хорошо проект нам нужна хорошая команда в моем понимании идеальная команда это некий такой кейс инструментов в котором есть все необходимые инструменты для того чтобы решать любые задачи и в любой нужный мне момент времени я могу любой инструмент из этого кейса достать выполнить какую-то работу и обратно убрать его в кейс где он будет дожидаться следующего момента когда он понадобится здесь в чем есть лукавство что кейс все-таки с инструментами он ну кроме каких-то минимальных условий для того чтобы его нужно было хранить у ничего не требует там протер после работы какой-то инструмента положил обратно люди в отличие от гаечных ключей пассатижей они все таки каждый день до хотят как минимум закрывать свои там первичные вторичные потребности в питании безопасности во всем прочем это такое первое допущение на то команды и идеально считается и конечно же всем бы хотелось иметь идеального заказчика у которого все понятно все процессы его прозрачные и даже описаны и описание не расходится с практикой и есть инструменты контроля работы этих процессов до инструменты анализа показателей есть какие-то настроечные механизмы которые можно все вовремя регулировать и тот проект который заказчик хочет реализовать в принципе понятно как его реализовывать в каком месте какой процесс необходимо встроиться врезаться там что переделать для того чтобы получить желаемый результат это идеальная картина мира хотелось бы чтобы она была но мы все понимаем что это невозможно да мы все живем в каких-то реальных условиях с которыми нам необходимо работать и работать максимально эффективно то есть такие картиночки иногда что-то готовились до какие-то картинки в голове всплывают что такое вот реальная команда да это если провести аналогию с кейсом с инструментами да это кейс да там есть инструменты которые наверное могут решать определенный набор задач но вот допустим какого-то инструменте к здесь не хватает он должен быть но он сейчас заболел или сейчас он работает на другом проекте ключ на 13 всегда нужен да но его никогда нет инструмент то нужен то не нужен какая-то там знаете бывает на проекте такая рваная загрузка когда вот человек нужен в течение месяца потом месяц перерыв потом нужен еще на две недели потом три месяца перерыв и потом если вдруг у нас могут мы добежим тому времени до какого-то результата да он снова понадобится мало какие сотрудники соглашаются на такую историю когда совсем деваться нет и здесь мы тоже имеем проблему потом вот эта проблема только что проговорил с рваной загрузкой она несет в себе еще одну проблему это затраты на вход выход специалиста из проекта при входе специалиста в проект там при запуске проекта это середине проекта происходит разницы нет требуются определенные усилия со стороны самого специалиста со стороны всей команды для того чтобы этот человек вошел до разобрался что происходит понял свои задачи понял окружение проекта и начал работать с той максимальной эффективностью на которой он в принципе способен и когда мы человека приводим в проект выводим из проекта мы несем дополнительные затраты зачастую неоправданные вот от этого нужно стараться каким-то образом уходить дистанцироваться избегать и придумывать какие-то штуки чтобы таких вещей появлялось как можно меньше понятно что люди там заболевают люди находят более хорошую работу увольняются но вот про эту опасность никогда нельзя забывать на нее постоянно помнить ориентироваться и очень часто вот опять же это все связанная история когда человек загружен не полностью он зачастую работает нескольких проектов и здесь необходимо вести определенную работу чтобы соблюдать баланс интересов одного второго там возможно третьего и более проектов нужно очень четко пытаться балансировать загрузкой специалистов здесь нужна хорошая работа со стороны руководителей вот но в целом я там в конце презентации еще об этом тоже еще расскажу в целом мой опыт подсказывает что разделение специалиста между несколькими проектами которые управляют разные водители проектов это не самая хорошая история про реальную команду с чем мы обычно сталкиваемся вот мы проговорили да что теперь то же самое про реального заказчика когда мы заходим на проект заказчик он варится вот в своей работе чаще всего он не очень хорошо ориентируется ему все понятно и многие вещи которые для заказчика являются очевидными самые очевидными для специалистов которые заходят со стороны они непонятны то есть они видят несколько вариантов решения там той или иной задачи и здесь большая сложность именно в том что команда проекта должна максимально быстро понять что происходит и постараться как-то выработать решение как со всем этим работать реального заказчика обычно обычно документация ведется очень по процессах именно происходящих предприятий документации ведется по остаточному принципу скажем так у заказчика чаще всего нет хорошей проектной команды то есть это наша данность реальность наверное она когда-то исправится через какое-то количество лет вот но в большинстве своем предприятия не привыкли работать с проектами когда собирается на определенный ограниченный промежуток времени какая-то команда для того чтобы получить там какой-то новый результат или продукт с этим тоже есть проблемы заказчиком необходимо работать объяснять ему важность создания проектной команды на стороне заказчика возможно даже помогать ну про проектную команду заказчика наверное сейчас не сейчас но вот там основная проблема с которой тоже часто сталкиваемся что со стороны заказчика руководит или управляет проектом зачастую человек не обладающий всей полнотой полномочий потому что у вас будет бывает такое что там руководству сказали да надо проектом по замене старой программы на новую программу руководство кроме как траты денег никакой ценности в этом не видит и соответственно не принимает повод активного участия но это плохая картина тихонько исправляется не менее это вот вопросы о неясных целях то есть заказчику зачем-то нужен проект да мы хотим заменить там упп на erp а для чего вы это сделать ну потому что упп снимают поддержки такой слабый аргумент или мы хотим повысить эффективность наших процессов но тоже как бы цель такая размытая размытые неясные цели они ведут к тому что когда мы достигнем результата окажется что это не совсем то чего хотел бы заказчик хорошо отвлеклись поехали дальше наша задача числе для чего этот вебинар проводится наша задача как проектного департамента это на проект собрать максимально эффективную команду которая сможет в ограниченный срок с ограниченными ресурсами решить задачи которые поставил заказчик ну вот опять же возвращаясь к визуализации всего этого я такую картинку прилепил мультяшная картинка на тем не менее смысл в ней есть вот когда мы формируем команду нам необходимо чтобы это была команда во первых профессионалов а во вторых чтобы эта команда работала как некий единый организм без внутренних противоречий и для того чтобы эта команда эффективно обменивалась информацией как внутри самой команды так и с внешним миром с заказчиком с одной стороны да из своей собственной организации с другой стороны здесь мы на картинке видим что да есть куча там веселых ребят каждый из которых по сути обладает неким набором уникальных компетенций они между собой прекрасно ладят и весь этот набор уникальных компетенций он создает единое целое которое позволяет им по сути решать любые там справляться с любыми вызовами которые перед ними встают ну давайте разберемся с теми параметрами которые как мне кажется характеризуют команду и на что стоит обращать внимание когда мы эту команду собираем в первую очередь мы конечно же хотим чтобы это была команда профессионалов о чем это говорится что собственные компетенции каждого участника они соответствуют тем задачам которые на него возлагаются чтобы не получилось так что мы на человека нагрузили такую задачу которая для него просто неподъемная на сегодняшний момент да возможно он вырастет через какое-то время и справиться вот но если мы его сейчас перегрузим то последует ряд там нехороших очень вещей да человек может разувериться в своих силах там понятно что проект будет сорван там задержана эта задача хорошо если одна еще что то есть мы должны быть уверены что все требования которые в проекте возникнут мы закрываем своими специалистами потому проект подобрали и вся совокупность вот этих специалистов она должна полностью закрыть все задачи проект не просто там каждый специалист вот это у нас хороший консультант по производству вот это у нас хороший разработчик по интеграции но и в целом вся команда должна охватывать проекта не просто набор задач это единое какое-то проектное решение то есть у людей должен быть опыт в аналогичных проектах они могут там какие-то откуда приносить тонкости хитрости предвидеть после принятия тех или решений здесь когда мы собираем мы должны во первых опираться на некое ядро ведущих специалистов вот задача удержания этого привлечения ядра это уже отдельная история но когда мы собираем команду мы ориентируемся на что на отзывы я работал с этим специалистом в другом проекте да он там себя показал очень хорошо поэтому давайте его тоже позовем это вот одна история которая неплохо работает вторая история это когда мы просматриваем резюме специалистов общаемся с ними выясняем опыт и их там навыки работы в аналогичных проектах когда они реализовывали примерно такую же функциональность примерно таких же масштабов может быть масштаб был поменьше но здесь с учетом того что мы такие молодцы собираем команду он научится и разовьется и конечно же мы привлекаем на те задачи которые являются узко специальными архи сложными да мы можем привлекать отдельных экспертов на вот решение именно частных задач дальше на что стоит обращать внимание это на личностные качества каждого участника наверное все с этим сталкивались ли столкнуться еще чтобы команда хорошо работала в команде должен быть налажен хороший микроклимат когда участники друг другом ладят не конфликтуют и все друг друга понимаю все участники но мы все люди у каждого свои какие-то сложности есть это успехи каждый день наше настроение может меняться и вот эта совокупность вот этих всех настроений которые каждый день возникает на на проекте когда команда собирается чтобы что-то решать особенно в самом начале она вызывает определенный хаос когда люди еще недостаточно друг другу притерлись познакомились у них и своих-то дел навалом им бы разобраться что сейчас происходит а тут еще нужно выяснять отношения с коллегами вот и вот здесь да у сотрудников должна быть и у команды в целой должно быть желание и способность преодолевать вот эти все сложности особенно которые происходят на начальном порядке хаос его необходимо приводить какое-то понятное состояние здесь конечно же огромная работа руководителя проекта но тем не менее при подборе именно специалистов мы должны смотреть на прошлый опыт и осторожно относиться к выбору кандидатов кандидаты должны понимать что команда это единый организм руководитель проекта которую команду собирает должен учитывать как командные интересы сделать проект так и личные интересы каждого сотрудника повторюсь все люди разные у всех свои какие-то мотивы для того чтобы работать в том или ином проекте это могут быть самые разные мотивы деньги это может быть профессиональный рост это может быть там мне просто нечего делать мне скучно да или я здесь чувствую себя нужным что угодно и задача руководителя проекта состоит в том чтобы соблюдать баланс вот тех личностных интересов которые есть у каждого отдельного члена команды и общий интерес команды общая задача которая состоит в том чтобы проект успешно завершён ну и конечно же каждый человек должен реализовывать свой потенциал многие хотят развиваться есть есть отдельные как бы случаи встречаются когда человек достиг какого-то уровня ему в нем комфортно и он он дальше никуда не рвется это тоже нормальная ситуация вполне понятная ну соответственно нужные задачи такому человеку назначать его исходя из его мотивов то есть на собеседованиях по опыту прошлой работали мы должны понять что же двигает с человеком да для чего он работает для того чтобы соответствующим образом его на проекте мотивировать в английском языке я просто поделюсь опытом дам нам когда-то рассказывали что английском языке и словом оперейшн которая в русском может использоваться как существительная до мотивация и как глагол мотивирование мотивация это внутренние какие-то побуждения человека то есть зачем он что-то делает а мотивирование это какие-то инструменты которые имеют мы побуждаем человека делать то что соответствует его внутренним побуждениям вот такая история а то есть можно поставить на ответственный пост чтобы он реализовывал свои пожелания в развитии именно руководящим административным кого-то наоборот можно поставить выполнять работу которая требует скрупулезности внимания вот ему хочется сделать работу идеально без проблем такую работу ему тоже нужно постараться найти и следующая группа навыков в команде это коммуникативные они может быть немножко дал пересекаются с личностными но есть одно отличие но человек может быть замечательный там рубаха парень до или там прекрасный просто собеседник но когда дело касается именно командной работы вот наступать это ступор вот человек замыкается и из него ничего не вытянешь да и он никому ничего не говорит вот или же наоборот человек слишком общительный тоже здесь нужно смотреть что с этим делать главное чтобы вот навыки общения всех этих людей да они приводили к тому чтобы команда максимально быстро наладила эффективную передачу информации внутри проекта для эффективного принятия решений здесь можно выделить да вот эту проблему каких-то звезд одиночек замечательные ребята и девчаток которые очень являются хорошими специалистами в своих областях и они сами об этом знают да что они там круче них только уже небо да но у них проблемы с коммуникацией вот что делать с такими людьми и без них нельзя и с ними невозможно потому что они там команду или разрушают или расхолаживают но с такими людьми наверное нужно им как раз так как они звезды они сделали провели огромную работу над собой они достигли огромных высот вот им как раз нужно поручать такие вот архи сложные какие-то архитектурные задачи в которых бы они могли сидеть ковыряться их реализовывать периодически выдавать нам замечательный результат за ними нужно понятно контролировать потому что зачастую они в порыве вот своего исследовательского зуда могут уйти куда-то в сторону действительно решаемой сейчас задачи ну и конечно же коммуникативные навыки в первую очередь нужны когда у нас большая команда я снизу там нарисовал две картиночки тоже когда у нас командой из пяти человек количество взаимодействий каждого всего до количество взаимодействий она составляет 10 потоков в принципе это контролируется это можно этим можно управлять если у нас команда уже восемь человек количество вот этих связей друг с другом она становится 28 он растет в арифметической прогрессии вот вот такое количество межличностных связей она в больших командах приводит к полному хаосу и потери управляемости потому что люди не понимают что делать что происходит кто тут за что отвечает и здесь есть единственный путь это дробить большие команды на какие-то более-менее небольшие для лучшей управляемости есть еще один одна причина дробление этих команд этом они чуть позже расскажу как бороться да и как налаживать вот эти коммуникации ну помимо того что у людей должны быть свои собственные навыки да но мы живем в реальном мире мы все понимаем на самом раннем этапе старта проекта все коммуникации которые могут возникнуть должны быть формализованы не требуется в самом начале дотошно прописать каждый шаг с утра ты должен сказать всем здравствуйте вечером должен сказать всем до свидания конечно же нет здесь мы должны просто обозначить то с кем по каким вопросам сотрудничают на начальном этапе этого будет достаточно главное чтобы все в команде это понимали если вопрос непонятный до обращаемся пошла там степень эскалации и особенно это важно как раз на старте проекта чем быстрее и проще мы формализуем это общение тем легче нам будет стартану проект и мы уменьшим начальный хаос тем быстрее команда начнет выдавать какой-то результат и у нее появится ощущение там внутренние ощущения уверенность том что они справятся теперь непосредственно о самой команде ну я выписал сюда те роли которые встречаются наверное наиболее часто для классических проектов реализуются по технологии водопада есть руководитель проекта который отвечает за общие результаты проекта за общую координацию управление ресурсами и так далее возможно если проект достаточно большой до уделяется отдельная роль администратора проекта который отвечает как раз за коммуникации вот чуть чуть выше и дальше еще мы про коммуникации будем постоянно говорить навыки коммуникации они являются самыми важными это результаты там не только моих наблюдений это результаты и научных исследований это больших работ вот везде об этом говорят что коммуникации наши все поэтому если проект больше там семи человек ну лучше конечно же наверное все таки выделить отдельно отдельную роль может быть это не будет просто администратор проект отдельно но человек который отвечает за коммуникации который организует все встречи которые ведет протоколы направляет там вот это внутреннее общение такой человек должен быть иначе мы засыпемся просто вот месяца не пройдет проект перейдет в состояние хаоса дальше функциональный архитектор отвечает за логическую целостность проекта хорошо когда проект небольшой гораздо сложнее когда проект охватывает много функциональных областей а еще возможно с интеграциями и еще с чем-то и в этом случае все все разработки все решения именно архитектурные которые принимаются по доработке проекта они конечно же должны проходить экспертизу то есть если мы создаем там новый справочник до нужно но нет это просто очень хорошо это техническому архитектору если мы создаем некую контрольную функцию ну например там блоки казначейства мы контролируем некий параметр можно проводить оплату или нельзя проводить оплату то соответственно функциональных ректор должен подумать о том что в блоке договоров например которым занимается другая группа разработчиков аналитиков должен появиться там соответствующий признак по которому можно было бы контролировать ну и так далее чем функциональный архитектор отвечает за то что все бизнес-процессы все функции операции которые реализуются в автоматизированной системе они между собой связанные у них достаточной информации на входе и они выдают достаточной информации на выходе вот да технический архитектор он как раз отвечает за целостность технической архитектуры всего решения ну да то есть мы создаем где-то справочник или мы справочник добавляем удаляем реквизиты нужно не забыть о том что этот справочник необходимо проверить они участвуют в интеграции а если участвует значит необходимо какие-то корректировочки вместе на той стороне а еще необходимо скорректировать какие-то автоматизированные тесты которые проверяют эту интеграцию ну и так далее и тому подобное плюс необходимо контролировать загрузку разработчиков что они работу выполняют соответствуют с регламентом разработки ну и так далее так далее так далее то есть на мелких проектах это наверное излишества да есть ведущий разработчику при всем этим занимается на крупных проектах конечно же эту роль желательно выделять функциональными архитекторами обычно становятся очень опытные бизнес там аналитики или функциональной аналитики техническими архитекторами становятся обычно очень опытные разработчики эксперты аналитики вот очень часто есть совмещенная такая роль консультант аналитик для себя я эти две роли разделяю аналитик работает посредником между пользователем и разработчиком пользователь рассказывает чтобы он хотел от системы получить аналитик описывает в чтз доносит до разработчика уже на техническом языке что ему нужно сделать в системе то есть аналитик хорошо понимает внутреннюю структуру программного продукта и рассказывает разработчику что нужно сделать разработчик соответственно делает и аналитик проверяет так ли все получилось а консультант это посредник между пользователем и программным продуктом консультант может не знать внутренней там структуры регистров если он их знает это хорошо может там не понимать как работает интеграция но он очень хорошо знает что будет если поставить тот или иной флажок или там нажать на ту или иную кнопочку консультант работает именно с программным продуктом и рассказывает пользователю как им пользоваться в этом есть такая разница консультанты вот если говорить про компании франчайзи в консультанты обычно приходят люди ну из производства то есть со стороны заказчик скажем работали заказчиками когда-то там пользовались продуктами 1с потом решили попробовать себя со стороны исполнителя со стороны франчайзи пришли и работают консультантами рассказывают на новый проект как пользоваться той или иной программой примерно то же самое происходит с аналитиками тоже наверно также это те же сотрудники каких-то организаций которые решили развивать себя в этом направлении разработчики и не знаю я сам не разработчик поэтому мне сложно здесь сказать как они получаются но это люди данные на определенного стада ума которые занимаются программированием и наверное хотели им заниматься всю жизнь вот честно говорю я наверное не встречал может сейчас я конечно кого-то может я и совру или там недостаточно у меня опытная не встречал хороших разработчиков которые бы занимались чем-то другим продавали допустим там не знаю покрышки а потом в один момент раз решили стать разработчиками и стали хорошим не встречалась мне может я ошибаться не знаю я сам пришел в 1с тоже не так давно тоже с производства работал на промышленных предприятиях там еще на пищевке структуре там роскосмоса вот пришел в 1с также консультанта в аналитике и так далее движемся так в чате что-то записали а ну да вот спрашивает про этап тестирования тигран спрашивает да давайте скажу просто на тех проектах которыми я сталкивался у нас как бы отдельного тестировщика то и не было у нас с этим занимались консультанты наверное потому что мне не повезло работать в проектах которые знаете проект был реализован и взят на поддержку вот в этом случае действительно гранд здесь прав вот эта группа товарищей которых я описал они проект разработали научили пользователей работать и запустили вот но зашла следующая команда которая занимается поддержкой и развитием проекта и вот здесь действительно перед каждым релизом нужна команда тестировщиков которая будет прогонять какие-то сквозные тесты отдельные задачи могут тестировать аналитики то есть он каждую задачу свою описывает и разработчик разрабатывает аналитик протестировал в целом продукт перед передачей заказчику в нашем случае тестировали консультанты потому что они с этим с этим продуктом работать им объяснять пользователям как с ним жить вот да наверное роль тестировщика здесь я упустил можно было бы ее добавить так технический писатель да сейчас я отвечу на пару вопросов поля марина спрашивает имеет ли смысл выделять роль технического писателя смотрите технический писатель это наверное каких-то уже мега проектах тех случаях когда в моем случае тоже опыт не скажу что очень огромный да там у команды до 20 человек в нашем случае техническими писателями были аналитики они описывали все что они на придумывали и все это ложилось в виде каких-то инструкций пользователя инструкций администратора концепции интеграции миграции так далее интеграцию миграцию понятно пишут разработчики эти пишут аналитики но в целом да наверное на мега проектах технические писатели нужны у меня есть знакомые технические писатели но вот как отдельную роль я честно говорю не встречал я пришел в 1с не так давно это с 2015 года тестировщики за разработчиками не обязательно при сопровождении ну тигран наверное да я могу с вами согласиться могу с вами спорить тут наверное именно как организована сама работа на проект вот в моем представлении тестировщики они все-таки тестируют продукт полностью перед релизом тот вариант который вы говорите что тестировщики идут за разработчиками да он тоже имеет место быть но здесь вот в моем просто понимании целостности процесса имеется некий разрыв аналитик придумал задачу как она должна работать разработчик разработал а потом какой-то третий человек тестирует и здесь все зависит тогда большая очень ответственность ложится на качество описания задачи аналитика если он написал все очень хорошо и гарантированно топом и который он сделал она сработает и проблем не будет тогда да можно переложить эту задачу на тестировщика проверка и задача уходит дальше вот в нашем в моем опыте и я буду стараться от этого придерживаться пока мне жизнь не скажет что я ошибаюсь что все-таки связка разработчик аналитика на достаточно эффективно работает тестирование требует особого склада ума программист сложно да это тоже сюда это все в продолжении что что тестировщик это отдельная каста людей у меня вот однокурсница она работает ну начинала тоже с тестировщиков сейчас руководителем отдела тестирования достаточно крупной компании и да это то есть нужно же таким образом придумать тест чтобы найти те случаи о которых не разговаривали разработчик не аналитик даже не предполагали то есть это нужно думать именно как самый извращенный пользователь потому что когда пользователя запускаешь в свежеразработанную систему они там придумывают такие комбинации нажатия кнопок и там формирование документов просто надо диву даешься тут я наверно да я я тебя с вами соглашусь очень хорошие принципе полное замечание да есть такая проблема аналитик когда описывает задачу по-своему понимает и когда разработчик разработал аналитик проверяет именно то что он ему сказал то есть какой-то идеальный случай может быть какими-то отклонениями да если это хороший аналитик он там подумал а может быть вот так может быть вот так а когда начинается реальная жизнь вот там происходит все что угодно это могут быть там какие-то кривые данные может быть там недостаток данных может быть случайное нажатие каких-то клавиш еще что-то ну да здесь я повинюсь конечно же что тестировщика я не вынес ну да вот коллега тоже свой комментарий говорит что на больших проект отдельно писатель тестировщики не уделялись функционал консультантов аналитиков но это пока специфика проекта 1с да скорее всего может быть и это связано именно даст со спецификой 1с когда здесь люди вынуждены выполнять задачи там различных уровней быть и консультантами аналитиком и разработчиком в одном лице и постепенно сейчас все растет развивается и постепенно приводит приходит некий упорядоченный формат так ну вернемся к именно подбору специалистов команду к тем механизмам которые к тем инструментам которые можно использовать когда мы набираем команду ну как я уже говорил в первую очередь конечно же желательно иметь постоянно действующие некое ядро команды неких специалистов которые между собой сработанные на которых можно опираться разработчики аналитики консультанты которые идут вместе из проектов проект и уже давно научились понимать друг друга с полуслова и хорошо решать задачи есть большая проблема удержание от этого ядра потому что проекты иногда и не получается так что они идут прям один за другим вот и чем занять людей в этом промежутке это проблема что если ядро рассыпется нам придется снова собирать вот конечно же ядро команды это какие-то ключевые ключевой набор компетенций как знаете в наверное у многих автомобилистов багажнике лежит некий джентльменский набор потом пассатижи пара отверток и набор ключей и вот моток вязальной проволоки и вот с помощью от этих нехитрых инструментов в дороге можно 80 процентов каких-то неприятностей подремонтировать я так утрижу и конечно то есть начинать с этими людьми уже можно что делать дальше а дальше нам нужно понять кто нам еще нужен для того чтобы проект могли реализовать на следующем слайде сейчас посмотрим есть один из инструментов который нам тоже мы смотрели показывали принципе стараюсь им пользоваться это матрица компетенций когда мы садимся расписываем вот этот проект по тем задачам которые там необходимо будет решать что мы делаем блок продажи блок за блок производства все это разрисовали и пытаемся понять коллеги подсказывает что во время простоев нужно отдыхать и совершенствоваться ну в принципе хороший взгляд на жизнь я его тоже наверно хоть хотел бы с удовольствием поддержать да мы рисуем некую матрицу во-первых функциональных областей до марина сейчас я на следующем слайдике мы не посмотрим матрица для чего она нужна она нам помогает подобрать специалистов проект с учетом учесть необходимость их там максимально равномерные загрузки выявить те задачи которые требуют каких-то специфических компетенций данные которые не требуют постоянные постоянного погружения вот в общем это некий инструмент для того чтобы создать максимально компактную и максимально эффективную команду где-то возможно роли там пообъединять да есть консультант по продажам есть консультант по закупкам вот может быть это будет один человек чаще всего так бывает там еще учет на него там на весь и так далее то есть все вот эти мероприятия они для чего они мы должны удержать ядро команды мы должны собрать максимально компактно эффективную команду мы должны планировать заранее распланировать загрузку чтобы более-менее прогнозировать результат снизить какие-то свои риски и сделать проект максимально управляем вот но матрица видит таблицы в этом powerpoint и выглядит примерно таким образом я про чуть-чуть расскажу смысл в чем смысл в чем мы должны в первую очередь расписать расписать те компетенции которые нам на проекте понадобятся примерно прибросить какой процент загрузки по времени будет на данном проекте по каждой компетенции расписать те роли которые нам на этом проекте понадобятся ну это все делается по на основании опыта экспертного расписать тех сотрудников которые у нас проекте участвует и дальше по каждому сотруднику вот в разрезе компетенций или по компетенциям в разрезе сотрудников необходимо проставить ну я здесь циферки там можно кружочки зарисовывать можно еще как-то делать палочки рисовать необходимо проставить уровень компетенций этих сотрудников для того чтобы понять насколько мы закрываем ту или иную функциональную область вот там допустим здесь вот продажи закупки вот и мы смотрим что у нас архитектор петров очень хорошо знает он все может делать еще и может других научить как это делать да там чуть чуть пониже да я могу делать но у кого-то учить я не готов не то что я не умею да мне просто не хочу этим заниматься нормальная ситуация могу делать я с этим встречался на прошлом проекте да ну тот проект был небольшой там был было всего там два производственных участка а здесь у нас там сталелитейная фабрика то есть я могу делать если кто-то будет меня контролировать мне подсказывать или я вот в этом не разбираюсь но очень хочу разобраться или же там последний вариант да я в этом не разбираюсь и не хочу разбираться для меня допустим там регламентированный учет я в нем не разбираюсь я бы не хотел в нем разбираться жизнь заставляет просто там хотя бы какие-то знания получить вот но смысл в этом то есть нужно со всеми сотрудниками вот эту всю историю обсудить с теми сотрудниками доступны и эту матрицу заполнить а я сейчас может быть зря но заполнил всю но когда мы записали только тех сотрудников которые у нас вот на сегодня есть в самом начале проект мы понимаем насколько мы закрываем все потребности проекта и тогда мы начинаем уже когда подбираем других сотрудников мы говорим ага нам не хватает специалиста допустим по расчету себестоимости и мы начинаем целенаправленно искать специалиста по расчету себестоимости а также нам бы еще хотелось чтобы это был консультант там опер контуру и консультантом разработчик по интеграции и вот этих специалистов мы начинаем целенаправленно искать просто перебирать все резюме именно целенаправленно из каждым из них проводится такая же работа то есть это не разовая эта история а именно целенаправленная работа и по подбору и постепенно эта матрица вот он начнет как-то сжиматься то есть задачи начнут понятным образом раскладываться на те или иные группы специалистов да эту матрицу заполняет ну заинтересован больше всех в этой матрице конечно же руководитель проекта это его святая обязанность собрать команду собрать ресурсы и проект сделать конечно же этим занимается руководитель проекта возможно он этим занимается с совместно там с ключевыми специалистами с архитектором функциональным архитектором техническим потому что даже вот смотрите мы когда подбираем людей нам же нужно как-то проверить но если пришел это совсем со стороны человек никто из команды с ним никогда не работал вроде бы про него говорят что он хороший парень а как его проверить непонятно да мы здесь как поступали вот нам этот опыт понравился наверное я тоже я бы его рекомендовал если еще не пользуетесь допустим по разработчикам всех кандидатов мы просили просто прислать образец ну какой-то своей работы эта функция написана этом или там какой-то запрос ну что-то такое более менее сложное как мы говорили чем ну что ты считаешь достойно показать результат моей работы это вот тоже такая ловушка да во первых мы смотрим что же человек считает достойным это раз во вторых мы смотрим а как в принципе человек относится вот процедуре вот этой отбора да то есть насколько он мотивирован участвовать в этом проекте понятно что если присылают какую-то ерунду возможно человек просто не хочет работать на этом проекте да ну был случай надеюсь что ничего нет ни фамилии ничего не говорю был случай да тоже также искали человека попросили прислать обработку пришел ответ у меня на инфостарте куча разработок возьмите любую и посмотрите ну вот с точки зрения специалиста ну наверное это хороший специалист с точки зрения командного игрока ну наверное нет ну вот вот такое да потом кто присылает если это какие-то внятные вполне вещи наш технический архитектор эксперт да он смотрит смотрит именно с точки зрения во первых технической реализации насколько корректно человек использует возможности 1с для того чтобы решить там ту или иную задачу разными способами вот насколько корректно он это делает и насколько вообще он учитывает все те возможные отклонения которые могли бы быть в этой задаче ну и по тем по которым понравились уже с до идет живое собеседую но такой отбор по разработчикам у нас был по аналитикам примерно то же самое когда мы просили просто прислать образцы своей работы так или как минимум да у тебя спрашивает но я так понимаю процент куда 4 это нужно нужно ли такая компетенция нет это достаточно все условно то есть смотрите ну может быть же какая-то компетенция там но какая-то требование очень небольшое ну допустим я не знаю там блок сейчас во что ни ткни да везде можно промахнуться ну вот допустим там система без адресного хранения склады неордерные там какие-то вообще простецкие два склада вот мы здесь пишем склады недоставки нет ничего но здесь достаточно кого-то одного там средненького аналитика и средненького разработчика да а если это какие потом архи сложные склады мы здесь наверное вот аналитик нужен там крутой который уже зубы съел на этих адресном хранении да еще и там с какими-то сложностями там с хитрыми доставками из прочим вот поэтому это просто как вот некая не то чтобы этом рабочий инструмент это вот некоторая такая идея которую я с вами просто из поделился да со мной когда когда-то вот этой же идеи поделились она мне понравилась я ее иногда использую ну вот сейчас я с вами делюсь может быть вам тоже она там зайдет но вы хотя бы попробуйте если еще не пробовали понравится прекрасно не понравится ну значит она вам просто не нужна и вы и так исправляетесь это просто в виде идеи да то есть как мы с этой матрицы работали ну подготовить матрицу саму до разрисовать роли разрисовать функции которые нам нужно решать выделить ключевые роли понятно на них постараться сразу же специалистов назначить они желательно чтобы были под рукой то есть это то ядро команды с которым уже можно начинать что-то делать постепенно подключает вот еще вот и параллельно ищем доступных специалистов оцениваем их загрузку прописываем их возможности анализируем недостающие и снова ищем специалистов анализируем ищем вот таким образом мы по кругу забиваем матрицу компетенции теми специалистами которые будут реализовывать проект проект с чем мы сталкиваемся вот чаще всего при наборе команды нам не хватает нужных специалистов это вот самой первой картинки да там с точнее не сперва просто вот у нас есть проект 1с усор а специалиста по 1с у нас нету который мог бы сейчас сказать ребята я знаю делать и пошел бы это и и пошел бы делать а у нас и вот сейчас нет он будет через месяц а сейчас нет вот эта проблема поэтому здесь нужно вот таких уникальных специалистов каким-то образом максимально стараться удерживать чтобы они всегда были эти проекте они там не так часто вылезают даму вылезают вот вторая риска который может уже говорили это уход сотрудников из команды по разным причинам кто-то находит другую работу кто-то переезжает другое место кто-то заболевает уходит декрет там ну что угодно происходит самом деле и с этим нужно как-то жить понятно что тогда уходит некий ключевой специалист на котором все завязано это достаточно сложно восстановить но обычно эти люди они достаточно ответственные и они предупреждают но во всем заранее да и стараются максимально передать дела удержать команду на тот период пока она оправиться от этого шока но бывает всякое вот поэтому здесь мы возвращаемся опять разбиению команды на какие-то группы логические вот для того чтобы эта группа могла ну обладая информацией о какой-то задачи которую они делают там или функциональной области которые они автоматизируют даже если один человек из этой группы выпадает вот остальные сотрудники обладают полнотой информации могут какое-то время еще поддерживать процесс в нормальном состоянии пока этот выпавшее звено не будет там заменено кем-то и вторая второй момент который тоже очень важен и которым тоже уже говорил это должны быть хорошо описаны правила игры то есть должны быть регламенты пусть это будут какие-то формальные документики на одном листочке но регламент разработки нужен если заказчик его не требует он в красивом виде с печатями и подписями да бог с ним пускай ведущий разработчик там или технический архитектор его напишет на одном листочке и скажет что ребята смотрите разрабатываем вот так да объекты создаем вот таким образом комментируем вот таким образом так далее так далее это все очень важно и это все очень хорошо помогает в дальнейшем новому специалисту быстрее включиться в работу кстати сделаю небольшое отступление по этому поводу расскажу свою почему я не стал программистом когда заканчивалась и тут тоже у нас там все все поголовно должны были стать программистами но мы так думать хотя специальность нас была немножко другая система техника я тоже думал что буду программистом что-то даже писал когда на фокс про на клипере дбф базы даже немножко поработаю в одной организации потом судьба меня занесла в армию меня забрали вот но так как я был в призыве там единственный человек с высшим образованием меня посадили штаб на компьютер до меня там парень написал им арм строевой части тут все совпало и где-то через месяца три наверное мне пришлось там что-то нужно было доработать доделать я полез в исходники и понял что так писать я не могу не смогу никогда представьте просто человек пришел на год в армию да и вы забрали вот и сказали напиши программу все структурировано все комментировано вся документация ну это было что-то для меня выше моего понимания и учитывая тот срок за который он тот объем работы сделал я понял что это не мое совершенно и пошел в электронику но это так лидическое отступление коммуникации да вот у нас есть тоже мы про них говорили есть проблемы коммуникации особенно на самом начальном этапе не знаю сталкивались вы не сталкивались но бываешь даже внутри одной команды я уже не говорю когда команда из нескольких организаций собирается когда внутри одной команды люди казалось бы из одной организации не могут найти общий язык конфликтуют еще что-то не могут договориться здесь ну вариантов решения конечно универсального фото варианта тут не дашь но рукодель проекта как лицо заинтересованное первую очередь нужно наверное из всех инструментов которые мне показались наиболее эффективными это вот этих конфликтующих людей обычно и конфликтуют из-за чего они либо решают какую-то одну задачу и тянут одеяло на себя потому что он оба по сути являются хорошими специалистами да и каждый из них там видит какой-то свой вариант решения пытаются тянуть и дело на себя получается конфликт вот здесь нужно как-то разводить задачи возможно дробить возможно давать им разные задачи разных областей но вот таких людей нужно просто развести чтобы каждый занимался своим направлением и чтобы они не пересекались они будут конечно же между собой коммуницировать общаться где-то что-то рассказывать подсказывать какие-то идеи вбрасывать вот но не будут влиять на принятие решений второй стороны это самое главное про формализацию коммуникации да я уже говорил что вплоть до того что на словах можно договориться команда небольшая можно и на словах договориться но чтобы все это все понимали однозначно с каким вопросом куда идти желательно конечно еще и задокументировать все очень хорошо показала себя кураторство да это те люди у которой которые поставили себе четверочку стоят там разбираюсь могу научить вот здесь очень хорошо когда заходят ребята перспективные но у них немножко не хватает опыта но есть желание самое главное вот если есть возможность представить к этому человеку куратора возможно он будет там какую-то часть трудозатрат на это тоже списывать но мы получим на выходе еще одного специалиста и тем более лояльного которого мы научили бывает ситуация когда до человек научился и ушел вот ну вот этого тоже никуда не денешься ну значит мы ему на этом месте создали ну не те условия на которых он хотел работать потому что чаще всего там шила на мыло не меняют уходят когда там значительно различаются условия работы и оплату когда одно на другое крайне редко ли переход может быть там на той стороне задача интересная здесь кончились задачи но в любом случае это вот способ вырастить хороших специалистов на проекте с минимальными рисками это кураторство вот замена специалиста в проекте ну это наверное сам самая крайняя мера когда человек вообще не подошел это очень плохо значит мы его изначально плохо проверили давно изначально плохо поняли его реальные возможности это не значит что человек плохой это значит что именно этот человек именно на этом проекте в этом окружении не подошел вот бывает такое мы на этом теряем время там средства сроки у нас летят вот то есть это на самом деле такая достаточно большая беда вот особенно если человек уже успел втянуться да там проработал какое-то время и мы понимаем что это не тот человек ну не получается вот поэтому именно при наборе команд нужно очень внимательно к этому ко всему относиться и и руководитель проект должен очень ответственно подойти понять справиться тот или иной человек с теми задачами которые у него возлагают не подломится ли у него коленки он то в этом виноват скорее всего не будет этот человек но ему придется уходить ему придется терять уверенность себе и так далее поэтому да на собеседование нужно очень четко понимать на что человек способен и что им движет для чего он пришел проект так я вам не могу дать уникальных рецептов да я просто делюсь с вами своим опытом наблюдениями которые имеются я очень долго работал там со стороны но не то чтобы заказчик когда я там руководил разные на величины подразделениями айтишными и там подразделениями там электронщиков допустим наладчики предприятий с той стороны какой-то опыт получил формирование отделов формирование участков вот и с этой стороны тоже получаю опыт именно в реализации проекта со стороны исполнителя сейчас вот этим опытом с вами как стараюсь поделиться просто рассказать вот татьяна пишет кураторство хорошо но по вашей практике следят за реальностью кураторство нужно практике уратором это доп нагрузка и не особо-то и нужно ну да да евгений благодарит спасибо денег кураторство ну смотрите это с какой стороны посмотреть вот если куратор это действительно какая-то вот звезда какой-то такой специалист которому можно дать выделенную задачу он будет периодом пахать и сильно не он ни от кого не зависит никто другой от него не зависит а если это человек какой-то разработчик ему уже тоже интересно но допустим на чем можно играть в этой ситуации если это очень хороший разработчик или просто хороший и проект очень интересный и работы здесь для него поле не паханая но вместе с тем что этому человеку ну так как он опытный ему даются достаточно сложные задачи которые ему интересно решать мы возвращаемся к вопросу чем мотивирован человек у его внутреннее побуждение вместе с тем что он решает какие-то задачи удовлетворяя не только свои там финансовые потребности но и он чувствует что он растет человек он же не только биологическое существо признание там самого признания и так далее а мы тут на него грузим кучу еще каких-то дополнительных задач формочки разрабатывать какие-то там отчеты писать дребедень который ему уже не интересно вот а этот новый парень который пришел ему это для него это еще интересно но он допустим вот таких сложных отчетов еще не писал встречались наверное вы все видели но бывают очень сложные или очень сложные расчеты какие-то которые для специалиста высококлассного являются рутиной для нового специалиста они являются ступенькой вверх и вот здесь ради того чтобы скинуть себя вот эти неинтересные задачи человек вполне возможно что и согласиться на кураторство да он будет просто тратить в день там полчаса своего времени да он расскажет человеку что ему нужно сделать да покажет какие там подводные камни нужно учесть потом просто проверит а что же в итоге получилось это на самом деле до рабочий инструмент просто нужно потренироваться наверное как-то я не скажу что он всегда срабатывает как вариант о нем тоже не нужно забывать вот проблемы больших команд у меня там в управлении больших команд не было да вот стороны исполнителя максимальная команда была человек 20 со стороны когда я работал на заводе да у меня отдел был ну человек 40 до 42 человека было и понятно что управлять такой большой командой один человек не может что такое большие проекты это первых один заказчик и какие могут быть точнее там большие проекты бывают большой проект это один какой-то крупным огромный заказчик и в этом случае у нас есть по сути относительно небольшое ограниченное число вот этих функциональных заказчиков то есть тех людей которые выдвигают функциональные требования которым мы задаем функциональность здесь сложность только в том что объем задачи самой очень большой и нужно большое количество людей чтобы ее решать второй случай когда нужна большая команда это когда один рп ведет несколько проектов небольших когда количество заказчиков непосредственных увеличивается а количество функциональных заказчиков растет просто куда-то в бесконечность и с ними со всеми нужно каким-то образом эффективно общаться понятно что в этом случае мы рискуем потерять управляемость проекта если вам и потеряем коммуникации внутри команды и вам потеряем коммуникации заказчиком что-то одно наступит как с этим можно бороться понятно что как мы уже говорили команду необходимо дробить какие-то более-менее понятные мелкие группы первых эти группы они чем меньше группа дать ему лучше она сама организуется двумя-тремя человеками с ними коммуницировать гораздо проще чем семью потому что просто даже если просто вот каждый из них подойдет два раза в день на пять минут просто нужно посчитать сколько раз то человек переключится со своей задачи на чужую такой разрыв происходит после каждого переключения нужно какое-то время чтобы опять вернуться поэтому как-то дробим распределяем всех распихиваем что мы можем делать мы можем делать либо кросс-функциональные команды когда у нас ну допустим большой заказчик большой проект одна команда делает казначейство вторая команда делает договоры третья команда делает производство четвертое там еще что-то и каждая команда делает весь цикл то есть начиная анализа моделирует проектирует разрабатывает сдает такие вот они достаточно компактные эти команды будут они будут заниматься определенным направлением деятельности и здесь нужно просто наладить коммуникации вот между этими командами до чтобы они шли синхронно чтобы не получалось так что одна команда убежала до оказывается ей там нужно ждать пока вторая команда добежит вот в этом случае нужно наладить коммуникации между командами нужно если это возможно есть вариант обмена специалистов между команды сейчас здесь много работы там нас часть аналитиков перетекла в эту команду сейчас здесь много раз там перетекли сюда вот а потом все дружно стали консультантами пошли в п например и монофункциональные команды вот тоже на больших проектах это может работать но честно говорю я с этим лично еще не работал нет у меня такого прям опыта но когда у нас это спрашивали про тестировщиков когда внутри проекта есть отдельная команда разработчиков разрабатывают все да у них есть некий руководитель условный руководитель назовем это так который принимает все задачи на разработку распределяет их внутри команды контролируют там скорости их выполнения результат есть команда аналитиков есть команда тестировщиков есть команда еще кого-то да там консультантов и так далее это тоже имеет место быть но вот с чем я встречался это как раз мы сдали мы сдали большой проект и заказчик взял этот проект на поддержку вот там действительно так а там есть команда разработчиков команда тестировщиков и так далее вот они дальше работают так же получают от пользователей какие-то запросы на изменения там обрабатывают и реализуют вот ну в любом случае специализация и разбиение команды то есть дробление это путь к тому чтобы не потерять управляемость проекта ну что один человек один руководитель проекта даже при помощи архитекторов вряд ли сможет эффективно контролировать работу 15-20 человек ну я сделал отдельный слайд принципе мы об этом обо всем разговаривали какие-то неочевидные правила еще раз повторить когда мы формируем новую команду ну в принципе это и в процессе будет нужно нам необходимо регламенты разработать степень детализации там или степень проработки объема этих регламентов зависит от того что за команда собралась какие они цели себе ставят вот это может быть какой-то один листочек в электронном виде это может быть целый документ какой-то большой вот но в любом случае такой документ нужен он нужен даже для самой команды понятно если приходит новый человек команду проще дать ему регламенты ознакомиться потом быстренько проговорить с ним на словах и все и он эффективно включится в работу чем каждый заходит да и с каждым вопросом он бежит спрашивает ну элементарно как там проставлять комментарии к коду тоже вариантов много на самом деле номер задачи фамилия имя отчество почта до электронная разработчика или же сначала почта потом ну и так далее поэтому желательно во всем договориться заранее если это возможно или максимально быстро распределить роли кто за что отвечает это должно быть четко понятно да с регламентом коммуникации эскалации там все это связано распределили там ты за это за это за это вот таким образом мы друг другом общаемся ежедневно собираемся втроем в пятером всей командой и так далее договорились коммуникации внутри команды ну тут мы сейчас говорим о сборе и организации мы говорим что особенно в самом начале проекта только стартуем мы должны общаться как можно чаще два раза в день с утра собрались проговорили наши задачи на сегодня проговорили под запись дата вечером собрались проговорили все ли получилось все не получилось вася это петь опять это маша познакомились в этом случае вот как раз как раз идет такое живое общение и руководитель проекта он видит кто как между собой коммуницирует где возникает вот эти вот стеночки какие-то там препоны где затягивается информация где теряется где там конфликты возможно назревают и может оперативно как то вот это все налаживать пока еще команда такая достаточно аморфная вот ее можно внутри там регулировать корректировать когда пройдет какое-то время это сделать будет уже очень сложно нужно желательно ну я написал документировать категорически крайне желательно документировать все что происходит все принятые решения все сроки всех ответственно все документировать иначе практически мгновенно работа превращается в некий хаос там иванов чё ты сегодня работаешь доработаю но как там у тебя нормально все делаю а когда сделаешь концу недели на мы сделаю непонятно что он сделает концу недели а конец недели наступает но на том как у тебя нормально все сделал там что-то сделал там что-то не сделал потом сделал и вот все мы просто потерялись когда есть хоть какая-то подпора да там зафиксировано буквами на бумаге можно хоть как-то контролировать вот это могут быть там не обязательно протокол до протокольный документ как угодно вот задачи которые ставятся каждому члену команды они должны быть зафиксированы у них должны быть сроки чтобы их можно было проверять не для того чтобы наказать потому что кто-то что-то не сделал просто чтобы не потерять те задачи может задачи каждый день сыпятся что-то новое 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 это не обязательно задачи это просто информация кто-то замуж вышел там кто-то к видам не дай бог заболел да и вот в этом ежедневном котле просто набор задачу он очень быстро растворится вы будете про него вспоминать ах ты блин у меня там была задача такая ну-ка чесни там тоже и делал то сейчас и не вспомните да нам что-то передавали да вот там кто-то кому-то что-то должен был сказать сказал да нет не сказал потому что сказал кому звонить звонить это он ведь да да я вроде говорил там письмо да нет нет не могу и все вот андрей ямкин допросит кейс новый рп приходит на проект это давно идет нем работает команда консультанты разработчики какие варианты есть успешного хождения всех разогнать могут набрать оставить как есть другой вариант да не очевидные правила данные сейчас я сейчас сейчас вернусь опять же свою точку зрения расскажу все задачи должны фиксироваться в едином пространстве все настройки доработки выполнят по согласованным документам да ну очевидные вроде как вещи ну почему-то вот они иногда бывают неочевидны если вернуться к вопросу который задал андрей кейс такой новый рп приходит на проект который уже работает там есть своя команда наверное без разницы на каком этапе вхождение на проект на каком этапе проекта новый рп пришел говоря три варианта всех разогнать оставить как есть или какие-то другие варианты вот ну смотрите здесь нужно что от чего отталкиваться почему почему рп пришел на проект что про что произошло в моей практике такие случаи были предыдущие рукой для проекта уволился нужно было проект перехватывать это один случай второй случай там ну просто так сложилось я говорю я ничего не хочу по этому поводу комментировать да просто так сложилось что заказчик попросил заменить руководителя проекта это я рассказываю свой собственный хотя ну рп хороший был все нормально но что-то не сложилось там не пересеклось а команда уже работает но вот во втором случае там получилось как там я пришел на проект когда как раз между этапами один этап завершили а второй еще не начали здесь все просто те люди которые этап завершили они были в принципе пристроены да и там на самом деле делал-то один человек и просто были привлечены там новые люди которых там я подобрал новых людей нам нужно было не очень много да и мы пошли с новыми людьми дальше а когда заходил на проект когда вот проекту просто уволился там тоже была ситуация такая там работала не то чтобы большая команда человек 5 на было но проблема была в том что проект был очень затянут и по вине и заказчик сильно не подгонял и исполнитель сильно не торопился вот и поэтому каждый из этих сотрудников он помимо этого проекта работал еще там на других задачах и вот это все было тянулось там очень тяжело бюджет уже давно был съеденный вот понятно было что в таком режиме мы работать не сможем потому что когда человек работает на нескольких проектах в том случае он я не могу контролировать его загрузку это это невозможно это даже не нужно пытаться себя обманывать поэтому раз тот момент освободились два специалиста меня и их привлекли на проект архитектор который был старый тоже она работала разрывалась между двумя проектами и она очень с радостью передала все свои задачи и тоже уволилась вот и по сути да доделывали проект новой команды старая команда вся отошла именно потому что не потому что они были там плохие а потому что но они физически они не могли работать на этом проекте поэтому андрей тут я наверное однозначно под ответа не дам все индивидуально нужно смотреть в каждом конкретном случае но что могу точно сказать всех разогнать это однозначно плохой вариант особенно если внутри этапа проектирования для разработки то заходишь на проект кого разгонять ты разберись на чем происходит вот и опять же всех разогнать а зачем что чего мы пытаемся достичь этой цели этим шагом с ней чего непонятно для чего это делать всех оставить ну понятно дело да вот на начальном этапе конечно же всех оставить потом разобраться потом разобраться что происходит там кто за что отвечает вот ну уже понять достаточность нам необходимость ресурсов и уже принимать какие-то решения влом случае каких-то резких движений таких сложных системах как человеческие коллективы совершать ни в коем случае нельзя поэтому я выберу наверно вариант другой вариант третий шаг дипломатично то есть никогда нельзя делать резких движений с людьми так но я уже много говорю да что я вынес с прошлых проектов вообще вкратце все проблемы которые на проекте возникают должны проговаривать проговаривать с командой проговаривать с заказчиком не про заказчика говорим если возникают конфликты нужно либо вообще незаметно для команды развести эту ситуацию и для самих участников либо же если конфликт уже зашел глубоко с каждым участником нужно разбираться отдельно крайне желательно ни в коем случае не устраивать точные ставки не превращать это дело все в базар куда балаган если участник конфликта достаточно ну я не знаю сложно подобрать слово да скажем как достаточно весомая фигура этом очень хороший специалист на котором завязаны какие-то ключевые задачи вот особенно если рп может быть там новый или вот как то что андрей спрашивал да там только пришел проект уже идет вот в этом случае все равно разбираться нужно конечно же желательно отдельно но если уже совсем ничего не получается тогда привлекать эскалировать проблему наверх чтобы с проблемой помогло разбирать помогло разбираться непосредственно руководство там руководителя проект на все это крайне аккуратно конфликты желательно конечно развести так чтобы они незаметно для всех сторон просто исчезли очень 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 опасный такой опасная ловушка когда мы собираемся в команду разговариваем все нормально да все нормально там все вопросы есть не вопросов нету все все и все идет вот скорее всего все очень плохо и никто не понимает происходит все что-то делают но но управление проектом вы уже потеряли это вот скорее всего так поэтому и когда все молчат и у всех все хорошо на самом деле скорее всего все очень плохо и нужно нужно разбираться что происходит для этого вам нужно и держать в руках как раз информацию о перечне задач которые вы делаете документированы да и их текущее состояние поэтому документировать каждый шаг я настоятельно буду рекомендовать и все договоренности заказчиком даже если он не подписывается даже если это просто письмо электронное на которые он не сказал нет вот это уже хоть какая-то какое-то обоснование по которому вы можете с заказчиком дальше общаться была ситуация когда взял я проект уже на котором бюджет был по одному этапу вы жиром скажем так процент выполнения задач будет нам около 40 вот и только за счет того что все более-менее фиксировалась документировалась все там письма файлы все это было удалось убедить заказчика что там все таки это не полностью вина на нас лежит часть задач появились дополнительные от него и как-то мы с ним там ну по крайней мере мы по фото в ноль вышли без премии без ничего ну по крайней мере в ноль это хорошо так ну про изменения порядок изменений понятно что документированно относится понятно что нужно особенно тоже на начальном этапе план факт анализ всех задач которые делаются контролировать тоже не для того чтобы там людей там наказать или чё просто в самом начале команда еще не понимает сколько есть и нужно на решение там той или иной задачи не то что каждый отдельный человек понимает именно команда не понимает каждый проект это уникальное сборище уникальных людей вот они должны взаимодействовать и время реализации там той или иной задачи она не всегда равно времени там написание чтз разработки программистам да и тестирование тестировщиком там еще могут быть какие-то коммуникации обсуждения переделки исправления ошибок и так далее вот поэтому здесь план фактный анализ нужен для того чтобы каждым последующим шагом вы точнее точнее определяли сколько же вам нужно все-таки сил чтобы проект сделать чем раньше вы поймете что у вас там что-то пошло не так тем ну либо вы раньше заказчику с ним договоритесь что оценка проекта была неверно либо же вы успеете выйти из этого проекта с какими-то минимальными потерями то есть если договориться с заказчиком не получается да там проще остановить проектом какой-то логическом аналогической кататочки и разойтись чем идти дальше усугубляя проблем вот да но тоже элементарный как бы всем известные правила что хвалить сотрудников нужно прилюдно разбираться с ними с каждым нужно индивидуально без свидетелей это вот железное правило просто от которого я всем рекомендую придерживаться в какой бы роли вы там не выступали ну и опять же вернусь до что кадры решают все конечном итоге наша команда это наш не хочется никого обидеть да там произнеся там неудобное слово данного но команда проект на этот некий такой механизм живой там инструмент который решает задачу которая приносит нам помимо финансового плода вознаграждения до приносит нам морального удовлетворения что мы мы это сделали да можем мы молодцы и здесь хотел бы да вот вернуться к тому что команда должна быть все таки максимально монолитной если специалист участвует в нескольких проектах это скорее зло вот если это какой-то привлеченный эксперт который пришел что-то очень сложное но небольшое по времени сделал и ушел на там другой проект это одна история но если человек работает 50 процентов меня 50 процентов у другого р.п. ну гарантированно пройдет максимум там три-четыре недели он будет работать 20 процентов у меня и 20 процентов и другого р.п. все остальное время он будет стоять вреда на фасел и выбирать чем же ему сейчас заняться это вот я не говорю о том что сколько он денег за это там попросит да там может быть и 20 процентов попросит но его эффективность упадет вот вот в этом большая беда бог бы с ними с деньгами у него упадет эффективность сильно мы на него рассчитывали а он не делает здесь что хотел сказать да вот компания нашей компании кабинет я вот не работаю уже летом будет шесть лет они динамично развивается если нас слушают не только представители нашей компании да может быть наши заказчики могут просто люди интересующиеся темой проектов 1с в компании постоянно есть какие-то вакансии мы развиваемся проекты у нас появляются регулярно есть вакансии программистов аналитиков и консультантов можно начинать там самого минимального уровня знаний пришел совершенно без опыта работы в 1с совершенно поэтому да вот начал с консультанта чему-то учился сертифицировал саму постепенно постепенно как-то пока вот движение мне очень нравится да я там реализую свои потребности которые у меня есть там то что для меня важно у меня получается это здесь получать извините за тавтологию вот у нас есть вот там ссылочка приведена телеграм-канал на котором наши все вакансии размещаются qr-код его можно там сфотографировать и перейти на вот эту страничку этого телеграм-канала поэтому мы ждем специалистов приходите к нам в нашу большую дружную компанию я коллеги все рассказал что планировал если есть какие-то вопросы давайте обсудим или там допустим можно написать да 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 спасибо коллеги спасибо надеюсь всем было интересно вебинар в целом не для того чтобы чему-то научить дал был какой-то такой делились опытом может быть если вы там или кто-то новенький к нам придет до или вы своих вебинар организуете я тоже с удовольствием послушаю ваш опыт как набирают людей без опыта татьяна спрашивают вот смотрите что такое без опыта если это совсем студент который только закончил институт вот но это самый вот наверно крайний случай до самый плохой действительно человек очень тяжело но тут как сказать без опыта на она тоже возьмут если он скажет я готов научиться я вам честно скажу я пришел компанию берлайн у меня не было опыта работы в 1с но у меня был большой битграунд именно работы на на производстве промышленности я хотя бы там был знаком с этими процессами со всеми если это совсем студент это тоже не проблема у нас со студентами работают они приходят к нам также да у нас есть насколько я понимаю какие-то вводные курсы это обучающие тренинги есть некая практика возможно нам какой-то минимальной оплатой будет или еще что то вот ну то есть если у человека есть желание развиваться в этом направлении опыт он же не возникнет . только институт закончила опыт он же не возникнет на ровном месте нужно идти и его зарабатывать да скорее всего изначально это будет вознаграждаться финансово так как всем нам хочется запись вебинара да будет она идет вот поэтому или без опыта или с минимальным опытом нужно просто принять решение я хочу заниматься быть аналитиком по продажам я хочу в принципе да там работать в 1с приходите будем беседовать я думаю что наши социалисты подберут вам занятия по душе и и и и